Ему порой непросто справиться со своим телом. Но это только до того момента, когда в его руках оказывается мяч для Бочи. У Глеба Широкова ДЦП, но та легкость, с которой он выполняет сложные броски, поражает. Ведь Боча только на первый взгляд простой вид спорта. Это как и керлинг, это те же шахматы. Здесь надо думать. Надо думать, как на ход на два вперед, как обыграть соперника, а как поставить блоки, чтобы перекрыть сопернику подход к мячу. Боча – это спортивная игра на точность. Задача – разместить свой шар как можно ближе к стартовому. Броски помогли значительно улучшить координацию движений Глеба, рассказывает его мама Наталья Широкова. Она с сыном повсюду. Водит его на тренировки, возит на соревнования. Отчим тоже не остается в стороне от увлечений сына. У меня еще младший сын, который сейчас поступил в РДН и будет тренером. Именно ориентировка у него на Паралимпийские игры. Он заинтересован. И мне никогда не было с ним сложно. Наоборот, он мне давал всегда позитив. Также силу духа придавал. И давал мне толчок. То есть вот так у нас в семье. На груди Глеба восемь медалей. Последнее из завоеванных – серебро краевых соревнований. Турнир среди детей-инвалидов проходил в поселке Кучугуры Темрюкского района в конце ноября. Победа далась легко, рассказывает Глеб. Как и три года назад на его первом в жизни турнире. Первую игру я выигрываю на первых соревнованиях со счетом 8-0. Вторую – 10-0. И мне сказали, что когда я первое место взял, мне сказали, что это вообще что за пацан, что он творит. Я останавливаться ни в коем случае не намерен. Только выше, выше поднимать планку, только выше. Ботча – практически единственный вид спорта, в который могут играть люди даже с тяжелыми двигательными нарушениями. Ирина Гербатова передвигается в инвалидном кресле. Зрение тоже подводит. Но и все это не мешает ей приходить в зал и снова и снова кидать мяч. Все дается легко, ведь всегда рядом любимый муж, говорит Ирина. Дома не хватает этой активности. Ну что там, прибрал, брал, кушать приготовил. Вот так… Общения человеческого не хватает. Общения, да, да. Общения. Это очень много значит. Когда жене хорошо, ну и мне хорошо. Когда она улыбается, я улыбаюсь. Секция Ботчи в городе работает уже три года. Этим видом спорта пока увлекается всего 10 человек. Но для каждого из них Ботча – это не просто игра. Это целая жизнь, которая теперь полна надежд. Глеб, например, мечтает стать мастером спорта. В мае он едет на Кубок России. И даже серебро этого турнира гарантирует Глебу такое заветное звание мастера.